Радио Минск. Объясните. Теперь подарок от наших друзей из городского МЧС. Спасатели отмечают свой профессиональный праздник, белорусский спасатель, 19 января. И мы поехали к ним в предпраздничные эти дни. Они там, конечно, уже все нарядные, с настроением соответствующим. И помогли нам записать объяснение некоторых слов, связанных с их профессией. Вот мы сейчас включаем объяснение. Они объясняют одно определенное слово. Как только вы догадаетесь, что за слово они объясняют, присылайте его в виде смс на номер 9240. Кто первым распознает слово, тому мы перезваниваем через 10 минут. Сдаем дополнительный вопрос с вариантами ответов довольно просто. И дарим подарок, который для вас подготовили наши друзья из МЧС. Там сувенирная продукция довольно полезная и интересная. Мы уже даже придумали там и для значков можно такая вещь украшательная. И кружечка там, и констовары, и все что угодно. Понимаете? Очень полезная вещь. Поэтому 9240 на этот номер присылайте слово, которое сейчас будут описывать наши друзья-спасатели. Включаю описание. В древности ее использовали как защиту или оборону от злых духов. Защитное снаряжение спортсменов, фехтование и хоккей. Каждая женщина используется для того, чтобы быть всегда молодой. Таинственный узник Бастилии, возможно, незаконный брат-близнец Людовика XIV носил ее. Старый добрый фильм с Джимом Керри. Какой старый фильм с Джимом Керри носил добрый и незаконный брат Людовика XIV в Бастилии, чтобы всегда быть молодой? Интересно. Интересно. 9240. Ждем ваше СМС-сообщение. Минут 10 назад мы включали запись того, как наши друзья-спасатели в свои предпраздничные дни помогают нам делать рубрику «Объяснительное и пояснительное» и описывали одно слово, так или иначе связанное с их профессией. Есть у нас слушатели. Его зовут Дмитрий. Человек, который первым прислал правильный ответ. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, знаете телефон службы спасения? Это предварительный вопрос, да. Выбил вас из колеи. Ну, раньше был 0,1, а теперь как? Да, сейчас 101. 101, по-моему, даже работает. Да, 112. Спасибо большое, что знаете. Это лишним никогда не будет напомнить. Давайте сейчас послушаем объяснение, а потом дадите правильный ответ, хорошо? Да. Включу объяснение. В древности ее использовали как защиту или оборону от злых духов. Защитное снаряжение спортсменов, фехтование и хоккей. Каждая женщина используется для того, чтобы вы всегда молодой. Таинственный узник Бастилии, возможно, незаконный брат-близнец Людовика Четырнадцатого носил ее. Старый добрый фильм «Живом Керри». Дмитрий, что это за слово? Это слово «маска». Верно, «маска». У нас второй вопрос, поскольку День спасателей вот скоро будет, связан тоже с их сферой деятельности. Это даже они сами нам подготовили интересные вопросы. И вопрос, можно сказать, из мира животных отчасти. Ну, если к музыкальному подвязать, то вот у слэша, например, были различные змеи. Слэш-музыкант, гитарист. Так вот, о змеях будет вопрос. И о спасателях тут так совмещено. Как называется установка, которая у них находится на вооружении? Из нее даже струя выстреливает под давлением 300 атмосфер. И она способна пробить стену. Так вот, она в честь какой-то змеи называется. Что это за змея? Анаконда, кобра, ужик или питон? Если вы смотрели, может быть, фильм с Сильвестром Сталлоне, по-моему, это будет вам подсказкой. Кобра. Кобра, совершенно верно. Действительно. Вы, наверное, по фильму с Сильвестром Сталлоне больше опознали, да? Нет, я знал. Знали? Зря подсказывали. Кто же такого не знает, конечно. Виталий Владимирович, зря подсказывали. Спасибо вам большое за участие, Дмитрий. Оставайтесь на линии, расскажем, как получить сувенирную продукцию от МЧС.